Всем привет! В сегодняшнем уроке мы с вами будем учиться создавать децентрализованный рынок по продаже данных от вашего экземпляра Аиры. Мы научимся периодически публиковать предложения на запуск вашего экземпляра Аиры по контракту. И с помощью децентрализованного приложения, которое сейчас у меня на экране демонстрируется, мы с вами сформируем спрос на данные, увидим, что сеть эрбономики, точнее провайдер маяка или провайдер децентрализованного рынка, как вам удобнее называть, создаст контракт на основании спроса и предложения. И после этого запустится Аира для сбора данных, выполнит сбор данных, опубликует их в контракт и мы всю эту магию с вами увидим здесь на интерфейсе, а также в консольном окне экземпляра Аиры. Давайте тогда приступим. Прохождение урока будет довольно похоже на то, что мы с вами делали в конце первой части. Помните, мы с вами использовали шаблон автономного агента и запускали два узла, торговый узел и рабочий узел. Мы выбирали с вами в торговом узле стратегию поведения на рынке, то есть мы с вами раскомментировали одну из двух строчек отвечать спросом на предложение или предложением на спрос. И запускали в отдельном окне рабочие узел Аиры, как раз который уже выполнял работу, увидев для себя контракт. Когда же мы с вами приступили ко второй части, в которой мы уже начали фокусироваться на сенсорной сети, на ее построении, мы с вами в основном работали с рабочим узлом и не рассматривали торговых стратегий, не рассматривали с вами вообще в принципе особо работы дальнейшей с продажей. А вот сейчас будем с вами учиться тому, как в Робономике можно указать стоимость, адрес токена, учиться указывать периодичность публикации данных в каналы Робономики. Ну и все-таки давайте уже приступим. Что нам нужно? Нам с вами нужен будет код из репозитория Robonomics Winter School 2018. Помните, здесь мы с вами собирали пакет для замера погоды на горе Фузияма. Мы делали то же самое с пакетом, который позволял ограничить доступ на запуск сбора данных по реестру, хранящемуся в том же самом чейне. И сейчас появился новый, вот видите, пакет IoT Agent. Вам нужен будет запущенный экземпляр AIR в виртуальной машине. Видите, у меня локальный адрес 20.144. Я подключился к нему из терминала в двух вкладках. И сейчас давайте я для начала повторю довольно нам уже знакомые действия. Скачаю актуальный репозиторий. После чего перейду в него. И давайте проверим. Вот смотрите, вот наш с вами пакет для AIR IoT Agent. И он сейчас настроен так, чтобы мы с вами смогли купить данные по факту забесплатно. Ну, то есть мы указали стоимость продажи данных 0, чтобы в первом примере не возиться с ценами токени, чтобы не заставлять вас, чтобы сделать первый шаг в рамках этого урока обращаться в чат. Вот, поэтому мы указали для начала цену 0. Если вы соберете этот пакет для AIR, как сейчас я это сделаю, не изменяя параметров, то публиковать AIR начнет свои предложения с сроком жизни предложения в 5 блоков и с нулевой стоимостью. Давайте я как раз это сделаю. Выполнил сборку, после этого прописываю переменные окружения и теперь выполняю запуск для начала не рабочего, а торгового узла. Давайте посмотрим налоги, которые нам сейчас вывелись. Первое, мы видим параметры. Здесь есть параметры версии ROS, Robot Operating System. Видим стоимость, что вот видите, как раз, как я вам говорил, 0. Видим адрес маяка или канала цифрового рынка, с которым будем работать. Видим модель, по которой мы будем работать. Видим параметры этой модели. Видим как раз, как я вам говорил, время жизни предложения, что это 5 блоков. И адрес токена, который в принципе особо-то не важен, когда стоимость 0. Но вот, естественно, он тоже будет выводиться. Дальше мы видим, что узел торговый запустился и сразу же автоматически произошло формирование предложения. И так как мы видим это сообщение здесь в консольном окне, то, по идее, в приложении децентрализованном, которое я до этого показывал, оно уже должно появиться. Ну вот, здесь у меня 50, да давайте посмотрим, 56,741, 56,741. Это да, новое предложение. Видите, когда я на него кликнул здесь, в децентрализованном приложении заполнили сразу поля, чтобы сформировать аналогичный ему спрос. Я сейчас предлагаю дождаться нового, предлагаю одновременно посмотреть и объясню, почему, кстати. Вот я перешел сейчас на другую вкладку, в которой у меня открыт обозреватель блоков нашего сайдчейна по адресу sidechain.aira.live. И здесь можно посмотреть на таймстампы блоков и видеть, что блоки формируются каждые 10 секунд. А теперь давайте представим с вами следующую ситуацию, что если у нас время жизни предложения 5 блоков и, как понимаете, есть некоторая задержка на обработку сообщения, на то, что у нас в схеме участвует еще третья сторона вити-провайдера, нам этого времени может не хватить, если мы с вами попробуем условно запрыгнуть в последнем блоке. Поэтому давайте посмотрим сейчас 744. Попробуем, давайте успеть. Не успеем еще разок, а если что, потом мы пересоберем пакет. 747 блок, 746 блок, и в нем мы видим, посмотрите, произошло создание, видите, обращение к AeroLab White House, значит, какой-то контракт создался. Я вижу, что его и здесь децентрализованное приложение увидело, а значит, мы успели. И посмотрим, что здесь у нас создалось контрактное обязательство. Мы видим в логах сообщение. Но что у нас не произошло сейчас? А я не запускал рабочий узел. А это значит, что торговый узел Aero, конечно, молодец, и он свою работу выполнил. Но так как не запущен рабочий узел, работа не выполнилась. Вот, чтобы у нас с вами такого не произошло, да, в следующий раз давайте мы сейчас запустим еще и рабочий узел. Перехожу, прописываю переменные окружения и запускаю рабочий узел. Давайте посмотрим, он никаких особо новых сообщений нам, в отличие от предыдущих уроков, не будет. Представьте, он просто сообщит о том, что узел запущен. Ну вот, мы видим, что узел запустился. И теперь, смотрите, у нас новое предложение, 758-й блок, 55-й. Данных мы, конечно же, сейчас не получим. Поэтому я перезагружу DPP, чтобы очистить предложение. И вот у меня 758-й, а я подожду следующего, вот на 59-м. Ну, давайте тоже вместе это сделаем. Дождемся 59-го блока. И увидим, и увидим, вот и пришло у нас новое предложение с дедлайном до 64-го блока. Формируем на основании этих данных спрос. В этот момент можно вернуться на вкладку с сайдчейном. Мы видим, что в новом блоке создался, ну, как минимум, видим в сайдчейне, что произошла транзакция к контракту Маяка. И сейчас у нас должна... Вот мы видим, что в DPP, соответственно, приложение наше увидело тоже, что есть контракт. Посмотрим 79-F2. И мы видим, что когда я запустил рабочий узел, видите, он тоже увидел для себя контракт. Дальше что произошло? Он, соответственно, запустил процесс. Выведет он сообщение нам при этой игре. И еще соберет данные также из окрестностей горы Фудзияма. Вот мы видим, что он закончил свою работу. И уже должна у нас пойти транзакция. Есть у нас хэш. Откроем его в отдельной вкладке. И пока он будет недоступен по вот такому адресу, мы с вами не сможем, конечно же, увидеть и здесь данных. Так что нужно немножко подождать, пока в IPFS данные станут доступны. И приложение наше в браузере сможет тоже эти данные из IPFS подхватить. Это может занять разное количество времени. Поэтому давайте я пока что поставлю на паузу и вернусь, как только увижу, что данные пришли. Прошло немного времени, и данные стали доступны в IPFS. Временную задержку можно, конечно, уменьшить за счет появления большего количества участников сети, между которыми высокий уровень связанности. Тогда это будет занимать не 5 и 7 минут на то, чтобы данные стали доступны, а будет практически происходить моментально, если будет много-много участников, а не только 2 пользователя в сети, которым интересны эти данные. В общем, вот мы видим, что Аира сказала привет, и ниже вывела все нам знакомые показатели температуры на горе Пудеема. Кстати, я вот что подумал, что за время зимней школы участники смогут в реальном времени для себя собрать статистику погоды на горе Пудеема и понять, стоит ли вообще ехать туда в январе и феврале месяце. То есть, средняя температура пока что колеблется от нуля, что было у нас с вами где-то в число 20-25, и вплоть до плюс 11, но облачно и довольно редко бывает солнечно. Вот такую статистику за время школы мы с вами уже накопили об одной точке мира, которая так много притягивает людей. В общем, мы посмотрели, как поработать на рынке с покупкой снова данных, только уже с механизмом, где наш источник данных постоянно выходит в сеть и публикует предложение периодически, повторяя его, как только время жизни будет проходить. В нашем случае 5 блоков. Сейчас я хочу поменять параметры, добавить, изменить стоимость. Я ставлю токен, потому что там прописан XRT. Я надеюсь, что большинство из вас тоже захотят оставить XRT. И поменяю время блоков, чтобы не пытаться успеть за 5 блоков с промежутком в 10 секунд между блоками, чтобы создался контракт. Что для этого нужно? Давайте зайдем сначала на GitHub, посмотрим. Здесь в модуле в пакете для AIR IoT Agent есть под директорией скрипт. Мы уже работали с данной директорией. И здесь есть у торгового узла... Так, обманываю вас, извиняюсь. Не в скрипт, а в запуске. В запуске есть файлик для запуска торгового узла. И посмотрите, здесь все параметры, которые мы видели в консоли, они здесь и показываются. Поэтому сейчас я вот по данному пути терминали открою консоль и отредактирую параметры так, чтобы изменить стоимость и промежуток времени, в течение которого предложение будет доступно. Останавливаю исполнение торгового и рабочего узла. Перейду... Зачем тут подходить... И здесь мне нужно отредактировать вот этот файл. Давайте здесь я изменю стоимость на... Давайте стоимость делаем 8. И время блоков сделаем 7. Нет, давайте лучше 10. Теперь надо нам сохранить, открыть, перепроверим. 8.10. Выходим. И что нам нужно теперь сделать? Нам нужно с вами пересобрать данный модуль. И проверить, что так и будет. Пока он пересобирается, я вернусь обратно в ДАПП. Кстати, наверное, я не говорил обычную фразу о том, что ссылки на используемые мной приложения, код, я оставлю обязательно в описании видео на YouTube. Так что смотрите, заглядывайте. Вот за время, пока мы с вами ждали данных в IPFS, и вот такое количество предложений сделал мой экземпляр АИР. Я сейчас это все вот так вот грубо почищу. Пустота. Прекрасно. Перезапишу переменные и выполню запуск. Давайте мы только, опять же, давайте мы начнем с торгового. Давайте посмотрим, что он выдаст. Стоимость 8. Время жизни 10. И токен у нас должен быть наш XRT. Оставлено быть. Вот наше предложение. И вот смотрите, что теперь произошло. Когда цена не нулевая, децентрализованное приложение, написанное Сашей Старостином, выводит сразу же информацию о ваших балансах на текущем аккаунте, аккаунте в MetaMask. Сколько у вас есть XRT? И вот здесь вот указано, что 8 копеек XRT. Как вы, я думаю, помните и с эфиром, мы когда указываем, мы в VH обычно указываем. Так, здесь также в XRT мы указывали в копейках. Показано, что у меня есть 10 XRT, и что у меня есть опрув на сумму чуть большую, чем... Ну, это я ранее делал. Если у вас не будет сделан опрув, то есть не будет разрешения на снятие умным контрактом в момент создания обязательства XRT, то он вам сначала кнопку покажет не ордер, а покажет опрув. Вы это увидите. Ну, например, можно... Давайте, кстати, чтобы перепроверить это. Я вот, например, сейчас переключусь на какой-нибудь аккаунт, на котором у меня точно ничего не должно быть. Поставлю. И вот, смотрите, стоимость показывает. Пока что у меня баланс 0, и кнопка Approve Disabled отключена, потому что, ну, нет у меня XRT на этом балансе, и у вас не будет. Вы, конечно, можете попробовать сделать деплой и создать в Сайдчейне свой контракт токена, но в рамках школы я просто рекомендую вам проявить активность и написать в чате команды или тем, кто более закрыт и не очень любит писать в общий чат и найти ближайшего знакомого в нашей команде, кому вы сможете в личку написать и попросить тестовых XRT в Сайдчейне. В общем, пытайтесь найти XRT, и тогда у вас появится возможность купить данные в данном уроке. А в целом, можете, как вы увидели, поменять адрес токена, создать свой, можете для этого использовать публичный, пользоваться рыбономикой в публичном чине, и тогда у вас уже будет настоящий рынок продажи данных за ваши внутренние токены. По подписке вы это сделаете, продавая за подписку 1000 запусков сенсорной сети. Моделей можно много придумать. И, кстати, все-таки о них я предлагаю поговорить, хотя пока что группа у нас особо большая не собралась. Но если не соберется, то к концу данной недели мы все-таки обязаны с вами провести такой больше связанный, наверное, не с разработческой историей, а все-таки с историей интеграторской, или, как ее очень любят называть, бездеп. Историей, как все эти технологии могут быть интересны уже не технорю или не инженеру. Ну ладно, давайте вернемся, все-таки попробуем с вами выполнить уже покупку. Первый. Ну вот. Давайте отправим сообщение, сейчас в логах придет у нас транзакция или нет. Так. Ну, она, конечно, придет. Вот мы видим ее. Теперь нужно посмотреть, что у нас. Ага. Вот мы видим, что создалось новое обязательство C39. И что у нас снова произошло по этому обязательству сбор данных. И уже, соответственно, за это была взята оплата. И даже данные в IPFS, как видите, выгрузились новые. Интересно, погода поменялась. Было только что. Минут 20 показывало 8 градусов, а теперь минус 6 градусов. Наверное, деньги меняют погоду сильно. Возможно. Ну, в общем, с небольшими сложностями, как видите, которые у меня возникали, у меня получилось выполнить весь урок. Сложности в основном возникают из-за того, что появляются пробелы на канале, коммуникации. Как я говорил, лучше всего это лечится большим количеством участников сети. Но в целом, с первой, второй попытки получится. А значит, пробуйте, учитесь и задавайте вопросы в чате зимней школы, в чате сообщества или в комментариях к видео. Успехов в прохождении.